выбираем лог или святой августин ну лог это первый скажем так ну а ну да первый из британских эмпириков классических классических да ну что значит классических эмпириков просто если мы берем британских эмпириков то традиция эмпиризма именно в англии уходит еще в средние века ну то есть бродвардин он же вроде англичанин если не ошибаюсь он же томас да вроде томас бродвардин там по моему вообще все и роджер бэкона он тоже туда же уходит а метафилософия это не история философии это то что действительно изучает что есть такой философии пытается как-то с этим орудовать как-то иметь с этим дело вот так вот ну например какая дисциплина которая изучает мышление в целом пытается свести все философские течения в рамках одной системы описать их это метафилософия вот значит чё он внес такого давайте ускорим философию первичные свойства вторичные свойства да всякая хуйня скучное говно вот святой августин он как бы написал вот эту свою исповедь восхитительная вещь кстати я сам не знаю кого бы я из них выбрал тупо тупо как бы не знаю августин во многом предвосхитил развитие христианства в целом то есть значительная часть позитивных и очень мощных идейных концептов христианства они пошли от святого августина во многом потому что он отсылался к другому христианскому гению регену например и так далее так далее так далее не исключал платонизм ну то есть августин очень силен конечно философские всякие измышления актуальные его концепт времени тоже его концепт около такой эволюции что ли да то есть семенами связанный то есть вот это вот учение святого августина о семенах можно трактовать в эволюционном ключе ну то есть вполне философские всякие измышления актуальные даже сейчас причем дело не в том что они актуальны потому что до сих пор существуют хрюсы они актуальны потому что до сих пор существует академическая философия то есть вклад на мой взгляд несоизмеримый как был лока и августина просто проблема заключается в том что практически у всех поздних мыслителей вклад должен быть несоизмерим с древними потому что но тут древних дело в том что у них была возможность вклад делать большой вклад делать и например у платона аристотеля такой колоссальный вклад буквально только по одной причине потому что тексты предшественников до нас не дошли а тексты уже последующих мыслителей они опираются на тексты платона аристотеля поэтому их вклад вот этих двоих колоссален в историю философии и только поэтому если бы надо дошли тексты и не знаю гераклита парменидов полным там не знаю собрание сочинение какой-то Парведида было бы громадное с доказательствами, со всеми речениями и письмами. Вот это было бы да. Мы бы, наверное, смогли бы разобрать Платона и Аристотеля на атомы и понять, что ну, там ничего нового как такового и нет. Если бы был Юм... Вполне возможно. И Августин, я бы подумал еще. А так, Августин. Марк Аврелий или Ницше? Ну вот у Марка Аврелий, это, конечно, яркий персонаж очень в целом. Да, то есть он философ император, да. Вроде бы император, а вроде бы и философ, да. Ничего про него можно сказать как про философа. Ну, только то, что он формально относился к школе стоиков, да. В общем-то, не очень интересно, мне сложно себе... Ну, он этикой занимался преимуществом. То есть да, чувак просто этикой задевался и все. Ницше, с другой стороны, тоже во многом занимался именно этикой. Представить человека, ну, то есть академического философа, на которого... Ну, Ницше интереснее, в любом случае, конечно. Марк Аврелий повлиял значит, именно как философ. А как же, Олег Циндровский, а? Маргинал. Олег Циндровский, кандидат философских наук, не знаю, администратор паблика философии и другого паблика письма к самому себе. На него Марк Аврелий так еще повлиял. Философа. А вот, ну, справа не изжимляет. Ну, типа, ну, серьезно. Ну, окей. Так, неправильно написан Эпифагор или Фихте. Ну, Фихте, как известно, из 300 бакс, блядь. Значит, Фихте какая-то хуйня, немецкий идеализм. Фихте практически родоначальник немецкого идеализма в том плане, что ну, Кант не совсем идеалист, а так скажем. И философия Канта в целом, особенно критика чистого разума, это не идеалистический проект, это антиидеалистический проект. Да, у Канта есть свои загоны по религии. Да, у Канта есть этика довольно-таки метафизическая, которая, не знаю, постулирует наличие внутренних каких-то вот внутреннего вот свойства нашего человеческого быть нравственным. Вот оно внутри, оно существует у нас, такая вещь в себе скрытая. Да, Кант постулирует о вещах в себе, при том с этими вещами в себе очень много проблем в трактовках. Фихте выводит все это на рельсы субъективного идеализма. Он одновременно совмещает идеализм и критику Канта. Вот чем Крутфихте, как бы. И он один из первых демонстрирует нам диалектический метод в противостоянии я и не я, и где вот это вот я и не я в своей борьбе, так скажем, создают уже такое промежуточное я и не я. Плаго, что такое 0,3775? Я не понимаю, что за цифры сегодня какие-то идут. Блядь, а Пифагор придумал математику. Ну, типа, даже не рядом, опять-таки. Относительно того, что Пифагор придумал математику, Алиш, приветствую. Не забывайте, друзья, заказывать видео, если что. Так, относительно того, что Пифагор придумал математику, немножко неправильно так говорить. А Пифагор... Простите, у меня тут кое-что поехало, я продолжаю говорить с вами, друзья, и чинить свет. Опа! Так вот, Пифагор придумал далеко не всю математику, но Пифагор придумал ту математику, которой мы пользуемся. Он... Что там с плагой происходит? Он с ума сходит, что ли? Я не понимаю, зачем цифры. Так вот. Пифагор придумал не только математику. Так-то. Не то, что... Не только математику. Он придумал математику теоретическую. То есть, та математика, которая правит у нас сегодня, вообще возможность отделить математику от измерений, от магической нумерологии. Хотя Пифагор ее не до конца отделил, честно скажем. Но неважно. Вот это пошло от Пифагора непосредственно. Чистая математика. Чистая математика, позволяющая, в общем-то, непосредственно... Друзья, что происходит? Что... 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 Что делается? Что с плагой происходит? Он с ума сошел, что ли? Ладно. Пифагор не совсем изобрел математику, так скажем. Он переблескал. То есть, до Пифагора очень много считали. Так или иначе. Измеряли землю, длину, расстояние, там, не знаю, какими-нибудь там стопами. И стопы эти надо было отчитывать. Тоже такая своеобразная практическая математика до Пифагора была. Паскаль. Ну, Майнинг очень недооцененный философ, конечно. Значит, Блес Паскаль... Кстати, про Майнинга я почти ничего не знаю. Паскаль именно как философ. Паскаль именно как философ. Я пытаюсь, приду, пытаюсь вспомнить, а про что Паскаль был как философ. Пари Паскаля, комбинаторика, христианство, апологетика христианства в основном довольно сильная. Ну, а что ты хотел от Паскаля, бля? Он в то время жил, когда это было просто нормально. Ну, то есть, да, вот так вот, да. Да. Бывает, бывает, да. Чё он придумал? Ну, вот как философ именно. Ну, Паскаль не системный мыслитель. Ну, насколько я знаю, у него системы как таковой нет. Про Майнинга. То есть, про Майнинга, про Гегенштандс Теори, я помню, я её читал, грубо говоря. Импидокл или Лебниц. Ну, Импидокл это, как бы, оккультный такой досократический какой-то хуй, который с горы сбросился, короче, в экстазе. А Лебниц, блядь, это Лебниц. Да, а кто такой Импидокл? Это первый из греков, первый из мыслителей греков, первый из философов, который совместил вместе сразу четыре стихии. Потом стихийный дискурс уже распространился, он перешёл непосредственно к Платону, Аристотелю, потом дальше в христианство. Кто? Какой-то, да, хуй. Вот он, вот этот, да, ничтожество по сравнению с Лебницем, конечно же. Опять же, понимаете, в чём большая разница? Импидокл, судя по всему, ну, невероятно повлиял на историю философии, на становление нашего стихийного, как минимум, дискурса. Это довольно-таки большая группа натурфилософских проблем, так скажем. Получается, он и на алхимию повлиял, ввиду того, что стихийный дискурс у него в учении именно вот присутствует. До этого были раздельные стихии. Огонь, вода, земля, воздух, они до этого были раздельные, и потом именно у Импидокла они слились, и получилась такая единая система. Приветствую, Никита. Что-то вот маргинал недооценивает. Знаете, Импидокла, судя по текстам, Импидокл, ну, это просто гигант. Да, действительно, по видео очень видно, как маргинал разбирается в философии. Здравствуйте, можете посоветовать хорошие учебники по истории восточной философии? Дети Шейм, конечно, могу посоветовать. Очень легко я это сделаю. Дело в том, что есть два неплохих учебника. Первый это Радха Кришнан. У него две энциклопедии, в двух томах они вроде изданы. Довольно-таки подробно, примечательно и хорошо. Автор действительно любит предмет. Там много, правда, воды, посвященной тому, какая индийская философия великая, замечательная, но это того стоит. Учебник хороший. И учебник Фэнь Юланя «Краткая история китайской философии». Замечательный, короткий, лаконичный учебник, в котором уместилась значительная часть истории китайской философии. Остальное читайте там, не знаю, по желанию. Там Дэн Дэн Кар есть, что-то про Индию, еще что-то. Вот много-много всего, но с этого я советую начать. По видео сразу... Да-да-да-да-да. Да, стример не хочет пройти этот тест, но если закажете, я с удовольствием пройду. Как минимум он монодологию написал. Ну, монодология. С одной стороны, монодология, которая... Вот монодология почти ни на кого не повлияла, по сути. Ну, ладно. Я здесь, конечно, совру, что ни на кого не повлияла, но... Все-таки. Все-таки. Да, по-западный Капплстоун. Ну, то есть, классика Капплстоун. А Эмпидокл — это стихийный дискурс. Стихийный дискурс до эпохи Возрождения, вплоть вот с Греции до эпохи Возрождения в натур-философии это топ. Вот, то есть, дискурс Эмпидокла, он и у Аристотеля, он и у Платона отчасти имеется, он и в христианстве присутствует, и уже присутствует в алхимии, и присутствует в ранней натур-философии, ну, Возрождении, например, у Телезио. А сколько надо задонатить на тест? Ну, не знаю, друзья, не знаю. А сколько обычно донатят, ребята? Мне подешевле можно. Рублей 300 хотя бы задонатите, я его пройду. Так-с. С Лебницем, в отличие от Паскаля, нету каких-то вопросов, типа, а что этот человек для философии сделал? Ну, по сравнению с Паскалем, конечно, может быть, но по сравнению с Эмпидоклом, простите. Простите, но это Эмпидокл, это как бы Эмпидокл, лол. То есть, Лебниц тоже хорош, но Лебниц, во-первых, христианин, отчасти, во многом христианин, и вот Теодицея, ну, это христианская философия. Во-вторых, конечно, он великий естествоиспытатель, великий математик, и философию много внес, и комбинаторику создал. Великий человек, конечно, великий человек, но, блин, говорить, что он намного круче Эмпидокла, прям Эмпидокл это какой-то хера непонятный с горы. Лебниц, с горы сбросился, с горы, понимаете, с горы он сбросился, он в вулкан, жерло вулкана прыгнул. Он сбросился с горы. Гениально. Тофе сделал дохуя. Ну, согласен. От учения Лебница, потом вольфианство еще пошло, очень большое влияние было оказывано на все, на все, на все вокруг. Конечно, Лебниц тоже. Тоже на современную философию он, конечно, повлиял очень сильно. Ну, Лебница выбирает смело. Особенно на фоне Эмпидокла. Маркс или Гегель? Ну, вот опять-таки, если мы между Марксом и Гегелем выбираем тогда Гегель. Ну, потому что Гегель включает в себя Маркса. Не до конца Гегель включает в себя Маркса ввиду того, что Маркс стырил значительное количество социалистических идей, которые для Гегеля были несвойственны. Ну, как-то так. Конфуция или Томас Гоббс. Ну, на самом деле, китайская философия это не философия, в особенности... Какой же он мудак? Честно говоря, тупой, блядь. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Друзья, китайская философия не философия. Да. И это несмотря на то, что Конфуций пытался разобраться в том, как же устроены имена. Не только Конфуций пытался разобраться в том, как устроены имена. Этим занималась еще школа имен. А знаете, кто еще занимается тем, как устроены имена? Аналитические философы этим занимаются. Друзья, представляете себе? Непосредственно... Ну, это та проблема, которая вот как раз Маргинала непосредственно волнует. То есть философия языка. У Конфуция была философия языка. Ранняя, древняя философия языка тогда, до нашей эры, понимаете? А также у ряда таких вот замечательных, примечательных мыслителей китайских тоже до нашей эры тоже была философия языка. Вы не поверите. Вы не поверите. И не знаю, по-моему, она была на уровень выше, чем у того же Платона. У Платона вообще же такие жесткие проблемы с философией языка были, но неважно. И дело не только в философии языка. Проблема еще в том, что этика, это тоже раздел философии Конфуции, занимался политической этикой во многом. Хуэйши и другие легисты тоже занимались политической этикой. Тоже раздел философии. И тоже занимались этим хорошо, эффективно, довольно разнообразно, много концепций наработали. Даосизм, он занимался как раз и этическими проблемами, и политическими, но то есть принцип Уэй, недеяния, наоборот, лучше не делать, и все с тому сложится хорошо. Это тоже, отчасти это философский принцип, и он доказывается, его пытаются доказать. Помимо всего прочего, у даосов не только политика и этика, у них антология, ну, через Дао. У них не только антология через Дао, у них еще и, ну, по сути, это метафизика, это метафизический такой принцип работы. И Дао, оно как раз делится как бытие. Это, по сути, термин равносильный бытию, то есть у каждого есть свой путь, есть большой путь для всех, большое бытие, большое Дао, а есть у каждого свое Дао. Вот так вот. Ой, блин, маргинал. Ну, я понимаю, что он ничего этого не читал, как бы, и даже близко не понимает, о чем говорит, но, блин, как бы, лол. Конфуция. Если выбирать между Конфуцием и Гобсом, наверное, я бы тоже Гобса выбрал, но вот просто вот говорить, что китайские философы вообще не философы. Конфуция, это сборник цитат волка, блядь, это... Боже мой, это сборник цитат, которые он читал. Это люньюй, суждения и беседы. Это записи учеников Конфуция. Конфуция. Вот как бы, вот что он читал. Также есть Весна и Осень господина Люя, также есть Пятикнижие Конфуцианское, также есть и вообще дохера как бы всего у Конфуцианцев, лол, ну то и, блин. Если, если слова Конфуция все-таки не дошли до нас в каких-нибудь других переизданиях, хоть Весна и Осень все-таки, ну, иногда этому Конфуцию причисляют, но, но, но как бы, лол, ну как бы, блин, у него куча учеников, которые оставили тексты, которые отсылались на Конфуции, которые сами что-то предлагали и пытались доказывать. Мензи, Сунзи и так далее, так далее, так далее. Ну, как бы, блин. А Бобз, это монументальный философ. Нет, Маргинал многое знает, особенно в определенных разделах. Вот просто проблема в том, что он сейчас такие суждения жесткие делает, что уж прям вот, ну, вообще плохо спадается. Вполне себе. Эпикур или Джак Лакан. Джак Лакан не философ просто. Он психоаналитик. Так, Джон, это Скотт, я даже не знаю, кто это, поэтому будет Джак Дорида. В любой другой ситуации Дорида бы просрал. Сократ или Фрэнсис Бекон? Ну, Сократ, он почти что отец философии, если так подумать. Мы делим античную философию на досократиков и сократиков, поэтому Сократ. Кстати, а здесь бы я еще подумал, потому что Сократ, судя по всему, ну, переоценен, скорее всего. И значительная часть достижений именно самого Сократа это Платон. Самое большое достижение Сократа это по сути Платон получилось. Так, и самое важное, что сделал Сократ, это он очень красиво умер и этим самым вдохновил огромное количество философов. Ну, судя по всему, судя по разным текстам, Сократ был довольно-таки себе спокойным этиком. Да, это, согласен, это проблема. Ну, то есть маргинал много грубых ошибок сейчас допускает, особенно по античке. Называть Сократа отцом философии можно в том смысле, что он отчасти обучил Платона. А тексты Платона дошли до наших дней, в принципе, и до текстов Платона у нас никаких таких мощных философских источников, ну, тупо нет. Ну, то есть Сократ это, так скажем, отец Платона, при том, что Платона, ну, вот Платон тексты до нас дошли, все, вот, прекрасно, поэтому он отец. Так, Макс Шеллер или Парменид? Я не читал ничего из Шеллера. Ладно, окей, съели, хорошо. Ну, один из основателей философской антропологии, ну, в 20 веке, по крайней мере, он сделал огромный вклад в философскую антропологию. Замечательный автор, ну, то есть, замечательный, приемлемый. В сравнении с Парменидом, конечно, Парменид, конечно, Парменид, то есть, Парменид заложил проблему бытия, то есть, антологию вообще он заложил как предмет. Но Макс Шеллер интересен. Хотя у него там учение о любви есть, конечно же, но этот человек пытался разбирать человек, этот человек пытался разбирать тему антропологии философской. Во многом сейчас то, что сейчас происходит на кафедрах философских, вот эта вот самая дисциплина философской антропологии, это большого... Снимаем шляпу перед Максом Шеллером. Во многом, не только перед ним, перед Фербахом тоже снимаем шляпу, перед Максом Шеллером снимаем шляпу, поэтому вот люди этим и занимаются. Не имею даже... Слово о влиянии на академическую философию Макс Шеллер, ну норм, хорошо повлиял. О чем он поэтому променит? Ну, жаль. Теодор Адорна или Бертран Рассел. Ну, какой-то хуй из франкфуртской школы, который как-то говно писал коммунистическое. Блин, проблема заключается в том, что франкфуртская школа, она очень сильная. Несмотря на то, что я сам не сторонник коммунистов, тексты представителей франкфуртской школы, они далеко уходят за пределы классического марксизма, и они разбирают такие интересные проблемы, до которых Маркс, ну, сам не добирался. Ну, 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 блин, ну, как бы, а, ну, это плохо. Это прям вот настолько плохо, что это вот-вот сейчас двойка прям вот. Бертран Рассел хорош, конечно, безусловно, но, блин. Или Бертран Рассел, блядь, ну. Блин, ну, франкфуртская школа, это очень сильное. Ну, это очень сильное ответвление марксизма. Ну, то есть, если бы не они, наверное, я бы вообще к марксистам серьезно не относился. Жестко, жестко. Даже не смешно. Огюст Конт или Дидро? Опять-таки, вклад Дидро в философию, пожалуйста. У него была своеобразная концепция, ну, как и у многих просвещенцев. Да, я не помню, что именно у Дидро, кстати, было. Ну, это философия просвещения, прежде всего. У них там большая группа людей. То ли у Вольтера, вроде, да, была концепция бога. А Дидро? Кто он? Атеист, вроде. Один из таких вот передовых просвещений. Я уже не помню. Кто-то изильды, кто-то атеист. У них там вот такие вот вариации были. Пантеизм иногда встречается среди просвещенцев. Ну, у них там что-то есть. Что-то такое околофилософское. Но, конечно, Огюст Конт влиятельнее. Ну, ничего не скажешь. Ну, у Дидро есть небольшой вклад в философию. Ну, то есть, не совсем он прям ноль. Но, как бы, да, Огюст Конт основатель позитивизма. И социологию создал человек. С другой стороны, дискурс просвещения. Его создавали целые группы людей. И дискурс просвещения в целом до сих пор очень силен. И до сих пор очень влиятельен. Вот если бы, знаете, собрать целую кучу вот этих вот просвещенцев в одну личность какую-нибудь, из них бы вместе получился величайший философ, может быть. Ну, не самый великий, но очень хороший, очень сильный философ. Если бы их всех вместе собрать. Ну, правда, они думали о разных проблемах. У них разные концепции были по отношению к Богу. И тут довольно странно. Огюст Конт. А какой из философов совсем ноль? Не знаю. Хабермас или Вольтер? Извиняюсь, вклад Вольтера в философию никакой. Ну, опять не никакой. Приветствую, Дарья Ноябрева. Приветствую. То есть, ну, Вольтер. Вольтер. Вольтер хорош. То есть, в отчасти хорош. Сказать, что совсем ноль, ну, невозможно. Опять же, просвещение. Влияние, ну, просвещение оказало влияние в том числе на Канта. Как бы. Ну, мы это тоже не можем исключать. Кант очень комплементарно относился к философии просвещения. Возможно, оттуда взял некоторые свои идеи. Сейчас не будем очень так резко судить об этом, но... Ну, Канта и тексты есть, посвященные просвещению. Большая комплементарность там, ну, простите уж. Человек, повлиявший на Канта, один из тех людей, которые повлияли на Канта в череде просвещенцев. И Хабер Масс. Хабер Масс тоже хороший философ, кстати. Был, то есть, так-то. Вольтер публицист и... И в том числе публицист, да. Писатель художественный. В том числе художественный писатель. В том числе у него есть философский текст. Значит, а Хабер Масс философ вполне себе. Мы здесь философов выбираем. Ну, мой выбор такой же на самом деле был бы, но обидно. Спиноза или Киркегор? Спиноза, хотя Киркегор тоже отличный. Ну, здесь роляют мои личные предпочтения в стиле философства. Спиноза философ аргументативный. То есть, это традиция, которая начинается с, по моему мнению, Аристотеля. Значит, и дальше продолжается через там... Некоторых схоласов вкуснее. Проблема заключается в том, что аргументативный он философ только не в Аристотелевском смысле, а в Платоновском. Он математик просто, как бы. Он доказывает геометрические теоремы. Просто выдает их за концепции Бога и так далее, и так далее. Доказательство Бога, различные теоремы предлагает, выводит их из непосредственно аксиом. Спиноза, он не логик, он математик. Он пытается перенести способ математического рассуждения на философию. Вот в чём фишка Спиноза. Ну, в этом фишка математиков. Напоминаю, что перепатетики не очень любили математику в целом. Среди них выдающихся математиков, ну, по-моему, и не было. Почти все выдающиеся математики были в среде платоников. Значит, Декарт, потом Спиноза, Лебнец и так далее. Ну, кстати, не только рационалисты, эмпирики тоже вполне себе аргументативны. Это Юм. Ой, Юм эмпирика, это тоже прекрасно. Ну, то есть, а как мы можем называть эмпириком человека, который, ну, в принципе, подвергал, ну, не сомнению даже, отрицанию, подвергал отрицанию достоверность тех данных, которые предоставляют нам чувства, эмоции. Ну, не эмоции, а именно вот ощущения наши. Как мы можем называть эмпириком такого человека? Да, Юм развивался в среде английского, в общем-то, эмпиризма. Это да. И он пользовался терминами этого эмпиризма. Это тоже да. Ну, практически всех эмпириков от него бомбило. Да, про Юма так действительно в Википедии написано. Понимаете, в чем дело? Маргинал, он в Юме разбирается. Батмен Блума. В Юме он разбирается. Я это точно знаю. Только проблема заключается в том, что у него здесь скорее английская трактовка. Ну, то есть, англичанам хочется трактовать Юму, например, как эмпирика. Хотя, если так логически подумать, Юма иногда как скептика трактует, иногда как агностика, иногда как эмпирика. Потому что там у него все действительно намешано. Но сложно. Но тут действительно просто сложно. Я бы не сказал, что Юма эмпирик. Спиноза. Киркегор это все-таки скорее религиозная мысль. То есть, философ, да, принято считать. Но Джордж Беркли или Платон. Ну, вклад Джорджа Беркли, он существует. Но он не соизмерим с вкладом Платона. Даже не рядом. Зенон Китийский? А это кто? Я знаю Зенона Илейского. А это кто? Друзья, давайте вы сейчас попробуйте угадать, кто такой Зенон Китийский. Если кто-то в чате знает, то... Маргинал полный идиот. Он просто не знает основателя одной из самых больших школ философии Греции. Понимаете? Он знает какого-то Зенона Илейского, который был учеником Парменида, но при этом не знает основателя одной из самых больших школ. Это первый стоик, правильно? Это основатель стоицизма. Если честно, в Греции там еще... Еще там, не знаю, 3-4 очень известных Зенонов философии отыщутся. Но вот этих двух, как бы, не знать, довольно трудно. Зенонов с Сирием, это что такое? Правильно Китийский, правильно прочитал. Это, наверное, какой-то был стоик. Да, наверное, какой-то это был стоик. Бля... Ну, вот это вот прям вот шедевр, друзья. Ну, то есть... Ну, то есть я даже не знаю, как это прокомментировать, потому что там прям очень сейчас плохо было. Блин. Парадоксы у Зенона Элейского. А, вот. Блин. Ну, это жестко. Это прям вот жестко. Для человека, который претендует на звание знатока философии, простите, ну, это прям, ну, плохо. То есть человек в Греции. Спасибо за тест. А можно мне ссылочку на этот тест? Пока мы досматриваем видео с маргиналом. Зенон. Нет, это не тот, который, а Пории. Да другой Зенон был. Платин или Монтеске? Ну, опять-таки, пожалуйста, вклад Монтеске в философию. Ну, окей, согласен. Но Монтеске не очень большой вклад в философию. Окей. Поэтому платим. Поэтому платите мне деньги. Шеллинг или Демокрит? Ну, Шеллинг какая-то залупа идеалистичная. Блин, ну почему через одного? Просто какая-то адская дичь, понимаете? Шеллинг в том числе натурфилософ. Один из самых последних натурфилософов философии, который мог соответствовать непосредственно той самой мысли. Сейчас, может, у маргинала есть ссылка. Не, ребят, ну, бля. Какой ты идеалист. Тест и ссылка на донаты. Ща найдем. Это прям вот тупо. Какой ты идеалист? Он в том числе идеалист, конечно. Он, конечно, в том числе идеалист. Сейчас найдем. Так, ну да ладно, найдем что-нибудь потом. У него там полный список заказанных видео вроде бы есть. Господи, понимаете, в чем проблема с Шеллингом? Он, да, с одной стороны идеалист. У него трансцендентальная философия. Это одна половина его философии. Вторая половина его философии. Это чистая натурфилософия, где он просто идеально излагает концепции физики своего времени и пытается совместить их со своей идеалистической философией. Из этого получается философия тождества. Это колоссальная, сложная, невероятная система, которая во многом, может быть, даже превосходит философию Гегеля. Тут, конечно, трудно судить, кто из них более крутой, великий, но Шеллинг более эрудирован в натурфилософии, например, физики. И он понимает, о чем он говорит и о чем он пишет. Тупо какой-то идеалист, как бы немецкий, фи... Ну и не будем сейчас еще подробно разбирать, знаете, в каких областях Шеллинг преуспел и в каких внес взнос. Конечно, если выбирать между Шеллингом и Демокритом, тут, конечно, сложно. Ну, действительно сложно, но, бля... Бля... Ну, натомы выдумал. Бля, как можно так сильно позориться на одном видео? Джон Роулс или Макеавелли? Ну, тут Роулс такую хуяку пососал только что, блядь. О, пиздец. Так, идем дальше. А с Винкельман у меня уже был стрим «Батмен Блум». Мы с ней хорошо побеседовали, но я думаю, надо... Мне надо с более популярными пока персонажами тусить. Я хочу со Жмелевским потусить. А сегодня, кстати, к концу стрима я обязательно покажу вам, что я сделал в игре. Я начал разрабатывать ветку со Жмелевским. Это гениально, по-моему. Ри Бергсон или Макс Штирнер? Ну, опять-таки, вклад Штирнера в философию, пожалуйста. Анархизм. Так, иррационализм. Один из первых иррационалистов. Вообще, во многом притеча Ницше. Не знаю, может быть, не предшественник прямо, но вот многие идеи, которые встречаются у Ницше, уже есть у Штирнера. Бергсон-то во многом последователь, как бы, ну, философии жизни, так-то. Если подумать. А Штирнер, он ее предшественник. Да, он гигельянец отчасти. Младый гигельянц, вроде бы, его причисляют. У него диалектический способ рассуждения, но он подвергал критике мышления. Его вообще очень сильно недооценивают по разным областям. Он один из первых эгоистов. Видео и так ускорено. Макс Штирнер, ну, просто гигант, как бы. Просто его недооценивают, к сожалению. Но он гигант. Он гигант. Не знаю, больше ли, чем Бергсон, но он гигант. Бергсон, конечно. Хайдеггер или Эпиктет? Эпиктет это, так сказать, стоик, по-моему. Да, это стоик, поздний стоик. Один из тех стоиков, который был при этом рабом. У него была довольно-таки трудная судьба у Эпиктета бедного. И недавно, вроде бы, ну, не так давно, в нашем, в наше тысячелетие, так скажем, вышло переиздание, в общем-то, его высказывания. Очень интересно, я не знаю, рекомендовать вам читать или нет, но он в основном этикой занимается. Конечно, выборы между Эпиктетом и Хайдеггером, но Хайдеггером. Не шарю, это не моя чашка чая немного, а здесь Хайдеггер. Шопенгауэр или Гуссер? Вот это, блядь, сложно нахуй. Согласен. Блядь, вот это сложно. Шопенгауэр, цитаты Волка, да нет, у него вполне себе философская система в мир, как воволь и представление. А как раз-таки афоризм и шутейская мудрость я не читал. Поэтому цитаты Волка... Он, кстати, тоже их не читал. Ибо, нахуй, их читать так. Мимо меня прошло. Знаете, я Гуссерля выберу, потому что его и так исторически, пиздец, как объебали. В смысле? То есть тут просто по вкладу в академическую философию их сложно как-то одного вместо другого выбрать. Выберу Гуссерля, потому что, ну, он в реале знатно хуй пососал. Ну, с немцами у него большие проблемы в конце жизни были, это я согласен. Но относительно его влияния на философию он ничего не пососал. Элотас, мне уже заказали этот тест, давайте досмотрим видео тогда. Уже. Так, Дэвид Юм или Джон Дьюи? У меня какого Джона Дьюи без Дэвида Юма, блядь, не было, блядь, поэтому Дэвид Юм. Нахуй, Джона Дьюи, он левый мудила, к тому же. Так, Фейербах или Дэсад? Ну, опять-таки, Дэсад, так себе философ. Дэсад, философ, тогда, блядь, Байрон тоже, нахуй, философ. Обратите внимание на фотографию прекрасную. Друзья, знаете, кто это? Давайте, давайте тест еще один. Знаете ли вы, кто это? Я жду, пока вы ответите, но просто мой чат, может быть, знает, что это, что это за Фейербах на самом деле. Блядь, блядь, блядь. Ну, 10 рублей. 10 рублей, да. Сразу же отрешаем после. Хуенные философы. Фома Аквинский или Жан-Жак Руссо? Ну, опять-таки, хотя нет, Жан-Жак Руссо, в принципе, философ. Ну, такой же, как и многие другие, которые тебе не понравились, он философ, честно говоря. На том же уровне совершенно. Да, он философ, но вот. Фома, он больше соответствует тому, чем, на мой взгляд, является настоящая философия. Перипатетизмом. Фома аргументативный. Нет, он перепатетик просто, как бы. Понятно, окей. Более того, Фома вообще арестатилист, блядь. Вот именно. Так что здесь Фома... У него выбора нет. Фома. Я-ха-ха-ха. Так, идем дальше. Витгенштейн или Аристотель? Ну, здесь Аристотель, Витгенштейна просто не фартануло. Цицерон или Сартер? Блядь, да как бы... Цицерон это не философ вообще никуя. Сартер это философ, ну, хуевый, блядь. Как это тяжело, понимаете? Как тяжело слушать дерьмо от человека, который в чем-то не разбирается. Прям вот совсем дерьмо. Прям вот вообще дерьмо, знаете, это в духе... Ну, Рассел, типа, умственно отсталый кретин, вообще ненавижу. Вообще, идиот полный. Ну, это в таком духе как бы звучит. Нет бород, Шеллинг не баб... Да, Шеллинг получается бабка, да, по маргиналу. У Сартера очень неплохие тексты по феноменологии. Хорошим языком сложным написаны. Разбирают там, например, проблему воображения. Сартер не ноль. Бытие и ничто. Текст наполненный, конечно же, ванильными странными примерами про его Пьера, вот этого дурацкого, которого лучше бы убрать, конечно, из текста философских. Это как-то сильно литературно. Но текст все равно философский, хороший и сильный. Нет, это Цицерон, друзья. Я не знаю, я принципиально выберу Цицерона, потому что он прав. Бля, ну это, блин, это позор. Ну, как бы... Так, Декад или Анаксагор? Ну, по вкладу Декад. Анаксагор с гомиомериями как? Ну, то есть, лол. Ладно, все, хорошо, хорошо. Пропускаем дальше. Кант или Фуко, блядь. Джеймс или Камю, да, уенна. Ну, согласен, Джеймс. Так, Декад или Юм? О, начинается. Так, ну, я за эмпириков, понимаете? Поэтому тут... Здесь... Я за эмпириков, которые на самом деле отрицали возможность эмпирического опоздания, опоздания, достоверности наших чувств и так далее, так далее, так далее, так далее. И критиковали индуктивную логику. Представляете себе? Какой он замечательный эмпирик. Я всегда удивляюсь, когда пишут о нем, что он эмпирик. Здесь личные предпочтения в школах мысли, просто кто является сторонником чего. Декард, он важнее для изучения академической философии, да, на школьном уровне. Я за эмпириков, поэтому я за эмпириков. Ну, в принципе, влияние Декарта, конечно, больше. Вот, что я могу сказать. Кант или Рассел? Смотрите, опять-таки, если по влиянию, то Кант... То есть, ну, опять-таки, но если всех оценивать по влиянию, на всех этапах... Потому что французская философия ему не нравится, потому что он за английскую философию. Все. Как бы, Кирилл, потому что он учился в Америке. Понимаете, в чем дело? Он прошел американскую школу философии, по сути, и там делался уклон на английскую историю. На английских философов. И когда речь заходит о Шеллинге, он говорит, например, что идеалист какой-то, вообще лох, не знаю, ничего интересного у него не было, ну, тупо немецкий идеалист, фу. Ну, вот как-то так это и работает. Это второй раунд уже, да? Если всех опять оценивать по влиянию, то, блядь, ну, в конце Платон просто победит, тогда, типа, все, концовка немного предсказуема. Значит, поэтому давайте все-таки вот с этого раунда мы уже вводим, как бы, предпочтение, кто-то согласен, с кем я согласен, с кем нет. Кант утверждал, что существование не может быть предикатом. Рассел тоже, кстати. Да, да, что-то я не подумал. Но Рассел предположил, что существование, хотя нет, не предположил. Это потом придумали. Понимаете, я не согласен изначально с проектом Канта. И какой же проект у Канта? Давайте узнаем. То есть вопрос о том, как возможны синтетические априорные суждения, на мой взгляд, бессмысленный. Проблема заключается в том, что синтетические априорные суждения это возможность познавать с помощью разума, по сути. Перевожу в вопрос. Можем ли мы познавать без опыта? Вот на что пытается ответить Кант. И в конце он отвечает нет. То есть по сути так получается. Конец критики чистого разума сводит нас, как раз приводит нас к тому, что у нас нет каких-то надежных данных, позволяющих познавать без непосредственно эмпирического опыта. Делать какие-то синтетические суждения, получается. Именно синтетические суждения в области метафизики, например. Поэтому мы не можем... Поэтому Кант выводит свои замечательные антиномии. То есть есть ли Бог или нет? Хер знает этого Бога. Спасибо, Джей Юпитер. Есть ли там свобода или нет? Тоже хер знает. Не знаю, какова самая мельчайшая материя? И можно ли дойти до самого вот этого мельчайшего уровня? Или нельзя? Кант говорит, нельзя ответить на этот вопрос. Просто нельзя. Потому что это все метафизика. Еще Кант. Что не нравится? Что может здесь не нравиться, в принципе? Канта во многом, можно сказать, если его воспринимать более-менее в отрыве идеалистической философии, последующей. Он вполне так... Его можно использовать в поддержку эмпиризма. Какого черта? Кант считал, что математические утверждения синтетические. И? Они очередно антитические. Так, давайте подумаем. Мы можем придумать новые математические суждения? Да, можем. Как бы все. Ну, тупо и все как бы заканчивается. Эволюционирует ли математика вопрос? Или мы только арифметикой занимаемся все время? И геометрией, которая когда-то там была до этого. По Канту аналитическое. Ну, то есть, у нас есть некое целое. Целое, вот. Целый такой вот принципы, знания какие-то. И мы из них выводим конкретные данные. Аналитика. Разбор. Разбор на части. По определению у Канта. Синтетическое. Это когда мы приращение делаем. Вот у нас есть целое. И мы приращение делаем. Приращение, приращение. Наполняется постепенно что-то, что-то, что-то. Это не аналитическое по Канту. Ну, то есть, там все настолько просто, что Кант прав просто по его же определениям. Как бы, вот тут даже думать не надо. Мы читаем Канта, он дает определение, он прав сам по своим же определениям. Ну, то есть. Воля. Ну, и понятное дело, Канту, как человеку в своей эпохе, была свойственна языковая наивность. Впрочем. В меньшей степени. Но та же самая языковая наивность была свойственна и Расселу. Ад. Просто ад. Ну, Рассел слил Канта без охуенного, блядь, образования Кёнигсбергского. Рассел, блядь... Вы знаете цитату Канта на тему... Когда ты пытаешься сделать все, чтобы продвинуть Рассела дальше, когда... Когда он с ревнуется с Кантом. Когда просто вот чувак его просто своим видом нагибает. Потому что и ум пробудил его от демократического сна. Проблема Рассела заключается в том, что он тупо логик. Все, что он пытался вот тупо мимо логики и лингвистики делать, это просто аутизм. Вот, например, критика христианства у Бертрана Рассела. Это, ну, вообще, по-моему, чудовищный популизм самого низкого уровня. Чайник Рассела, его всевозможные выступления, когда он в старости уже... Ух, везде там разъезжал, там по телевидению, к интервью давал. Ну, вот это вот реально очень низкоуровнево. Если мы почитаем специальные работы Бертрана Рассела, ну... Ну, лол, он очень узкоспециализированный в данном случае. Что делать? Рассела в истории саппортной философии написано Юм пробудил Канта от догматического сна, а Кант принял снотворное и продолжил спать дальше. Я думаю, Рассел его слил, блядь, и в качалку. О, да, всё, мы ссылаемся на одну из самых худших книг по истории философии. Типа, всё, написал клёвый панч на мёртвого Канта и всё, и слил его тем самым. Ух. Мне кажется, Маргинал не понимает, в чём заключается сущность критической философии в целом. Странно считать математику приращением. Она настолько улетела и создала невероятное количество выводов. Вот как раз фишка в том и заключается. Ох, спасибо, Павел, спасибо. Вы сегодня радуете, друзья. Я выбираю, короче. Ну, то есть, синтетические суждения, вот в том-то их фишка, что они и есть приращение. Аналитическое знание, это когда у нас есть массив, нечто единое, нечто уже понятное и известное, и мы это разбираем на части. Это аналитично. Это аналитично по Канту. Синтетично по Канту, это когда мы уже начинаем что-то новое туда находить, узнавать, прикреплять. Кант считал, что эмпирические утверждения, они всегда как бы новые. Мы ищем какие-то новые факты, постоянно их ищем, 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 ищем. И вот мы приращиваем это к нашему единому знанию, а потом можем это анализировать. Вот у нас анализ получается. И поэтому у Канта получилось так, что у нас априори и апостериори. Априори это до опыта, апостериори это после опыта. Синтетические суждения обычно по Канту являются апостериорными. Априорные обычно являются аналитическими. Вот у него такое разделение. И у него очень важный вопрос. Из этого получается, а возможно ли априорные, то есть доопытные синтетические суждения? Вот так вот. Так, Августин или Макеавелли? Ну, смотрите, опять-таки. Опять-таки, значит, по вкладу, конечно, Августин, очевидно, да, по вкладу. То есть можно ли познавать только с помощью разума? Вот что говорит Канта, если вообще по-русски. Можно ли познавать только с помощью разума? Выведение теорем из аксиом это синтетическое или аналитическое? В данном случае это скорее аналитическое. Ладно. А вот придумывание новых аксиом синтетическое. Синтетическое. Вот так. Философский дискуссий. Но. Просто Канта не дожил до того периода, когда геометрия будет реформирована и появятся неевклидовые геометрические построения, которые, в принципе, довольно сложные. Кто, я? Или мы, или он? Мы вместе качаемся в один такт. Если выбирать с кем именно я согласен, то Макиавелли. Другое дело, что вклад Макиавелли в философию, он, блядь, вообще почти никакой. То есть Макиавелли нам что... Да, Макиавелли, но у него политические работы. Ну, то есть, это не то чтобы плохо, политическая философия тоже имеет место, и это тоже философия, вообще-то. Ну, Макиавелли нам в итоге дал, по сути дела, Ницше, если так. Нет, Макиавелли не дал нам Ницше. Ницше к монархизму не имеет прямого отношения, и трудно сказать, что Ницше каким-то образом является государем. Ну, то есть, проблематика Ницше намного шире и намного больше, чем у Макиавелли. В каком смысле он дал нам Ницше? Что это? Макиавелли привел к... Нет, это книжка философии за час известная. К стаению Ницше. Ладно. Я с ума сейчас сойду. Я не думал, что он такой местами, вот прям по некоторым областям настолько такую херню несет. Это прям уже... это жесть. Агустин привел к европейской философии в целом. Что это вообще... Вот я согласен. Более-менее суждение похожее на правду. Все, в принципе. Только проблема заключается в том, что Августин такой проводник Платона. Метроном. А что у Макиавелли по философии почитать? Государя, государя, читаем по философии. Это политическая философия вам будет. Все. Макиавелли дал нам Путина. Да, да. Вот Макиавелли... Вот Путина он, может быть, нам и дал, кстати. Точно, точно. Теперь вы знаете, кто состоит в той фракции, короче. Так. Да, блять, Макиавелли не философ, это публицист. Ну да, блять, да. Именно как вклад в философию, конечно, у Августина больше значительный. Но я уже Рассела вместо Канта выбрал. Дороги назад нет. Никола это социальный философ. Это, блять, виляние с ракой. Ладно, мы пошли по предпочтениям уже. Сократ или Платин? Здесь Сократ, очевидно. Потому что, ну, Платин, это уже начинается тема про НУС, короче, про Единое. Ох, про НУС, да, только начинается. И про Единое только начинается. Никогда в Греции этого не было. И только начинается у Платина. Единое у Променида уже начинается. Единое его бытие, оно Единое. И оттуда вот оно как раз и происходит. Единое. НУС у Анаксагора, которого, кстати, Маргинал, ну, тоже вот так вот обосрал просто. Ну, это какой-то греческий хуй тоже. Пошел к черту. Окей. Замечательно. НУС только начинается у кого-то здесь. Значит, как бы, про всякое такое. Сократа никуда этого нет. Сократ, он, по сути дела, просто примитивный скептик, если так подумать. Он не скептик. Он вообще не скептик. Я знаю, что ничего не знаю, это скорее софистическая уловка, друзья. Простите, конечно, но к скептицизму оно имеет опосредованное отношение. Вот, ну, поэтому он. У Сократа просто вырисовывается позитивное этическое учение. Оно, ну, вполне так себе очевидно. Как у Платона, так и у других авторов, которые писали о Сократе. Здесь Сократ. Ксенофонт вроде, или Ксенофан. Я не помню, я путаю Ксенофонт и Ксенофан. Очень похожий Ксена. Цицерон или Пифагор? Пифагор. Ну, опять-таки, вклад Цицерона в философию спорный. Ну, Цицерон отлично описывал работы предшественников. У него можно вычитывать информацию о том, что было у философов до Цицерона. Цицерон пытался делать различные нравственные выводы. Нормально. Ну, вполне так терпимо. Пифагор, в то же время мы вообще не знаем, что Пифагор на самом деле притумал. Он как бы изобретатель математики, но это же миф, это же миф. Ну, пифагорейц в целом. Ну, у платоников уже точно математика приживается. И, в принципе, известно, что Платон был поклонником Пифагора и пифагорейцев и выкупал их тексты за огромные деньги вообще-то. Ну, то есть, вообще, у математики, вообще, в греческой философии имеется такая вот определенная линейка, линия, линия вот из тех мыслителей, из тех школ, которые ее развивали и с ней работали. Это пифагорейцы, неопифагорейцы, неопифагорейцы значительно позже, и платоники, и неоплатоники. Вот у них связка. Притом, неоплатоники уже совмещают в себе неоплатонизм, неопифагоризм и пифагоризм, и платонизм. Они там все совмещают, и математику очень любят тоже. Невероятно. И тот же Ямблих просто обожает математику. И написал, кстати, работу по Пифагору тоже. У него есть жизнеописание вроде бы Пифагора у Ямблиха. Интересно. Не Вифа или нет? Вот. А Кикеру, мы знаем, что он писал. Мы знаем, как он был в взгляду. Вот. Мы знаем, что он был оптимат. Я за Цицерону здесь. Ну, странно. Огюст Конт или Деррида Огюст Конт? Надо ли объяснять? Надо бы объяснять, потому что Деррида отрицает Огюста Конта радикально. Там, в общем, критика, по сути. Критика модернистического проекта. Огюст Конт это, по сути, своей, не знаю, квинтэссенция модерна, если можно так сказать. Это человек, который возвел модерн в абсолют. В тот момент, когда модерн уже шел к своему упадку, судя по всему. Это человек, который возвел науку на новый уровень. Начал мечтать о том, какая наука прекрасная, замечательная. Это просто невероятная и неоспоримая такая вот наука. Через буквально несколько десятилетий у науки будет гигантская революция. Все возможные теории, которые были в науке, будут, по крайней мере, пересмотрены и изменены. Все основополагающие, по крайней мере, теории. То есть, он как бы говорил все это на границе с большими изменениями в науке. Думал, ну все, все, научный метод это очень круто, это очень сильно, это прям невероятно. А оказалось, что вполне так себе вероятно. И в итоге... Да, очень весело получилось. А с другой стороны, Дорида, который, в принципе, отрицает модернистический дискурс. В условиях, когда этот дискурс, ну, отчасти потерпел, ну, отчасти потерпел крах. Ну, он модернизировался, конечно, он изменился. Нет, Отос, дело не в том, что наука далеко ушла. Наука изменилась. Вот в чем проблема. Как бы, а Гюст Конт писал о другой науке. Не о той, о которой у нас сейчас. Он даже представления не имел о том, что наука в итоге станет такой, как сейчас. Просто потом позитивизм начал тоже меняться. И позитивизму пришлось очень много вращаться вокруг каких-то странных понятий. Ну, например, махизм, который тоже отчасти похож на позитивизм. В нем такие нотки антисиентизма, что, ну вот, дай боже, мах просто отрицал существование атомов. Потому что нет никаких достоверных доказательств их существования. Ну, по крайней мере, мах их не видел, будучи при этом физиком, вообще-то. Вот что прикольно. Потом появляются мыслители неопозитивизма, постпозитивизма, которые тоже обсуждают проблемы науки, разрабатывают метод верификации, который до этого, ну, если использовался, он использовался. Но в довольно-таки таком скрытым образом он использовался, не напрямую. Не было требования вот прямо вот верифицировать по определенным каким-то канонам. Вообще, тексты старых ученых — это такие философские работы, по сути. Если вы почитаете, они довольно-таки просты в освоении и не содержат... То есть это вполне такие обычные тексты, которые очень похожи на философские. Вот, вот. Кстати, я не знаю, какой метод познания лучше скептики вам на этот вопрос не ответят. Вот просто тут вопрос в том, что он просто взял отдал Конту, а дорядал лох, типа, и это не надо объяснять. Ух, ух. Тут просто у нас противоречие, противостояние двух позиций. Маргинал, понятно, почему находится на стороне Конта. Ну, вот просто понятно, но он, в общем-то, аналитический догматик, и здесь тупо делать нечего. Но объяснить, почему доряда проигрывает, было бы, ну, неплохо. Особенно, если бы это объяснение было хорошее. Ну, просто я как думал, маргинал бы обосрался еще раз, если бы он доряду начал обсирать. А вот настолько бы обосрался, что оказалось бы, что он его даже не читал вообще ни разу в жизни. Вот. Хорошее имя или Фибермасс? Опять-таки, надо ли объяснять, блядь? Лебниц или Эпикур? Надо ли объяснять, да, ну, перепатетик. Когда видишь перепатетика, да, надо выбирать перепатетика, конечно. Сложно. Эпикур, блядь, Лебниц был рационалист. Все, с одной стороны. Ну, с такой, да. С какой-то стороны был, да, действительно. Понимаете, в чем дело? Монотология Лебница — это, ну, додуманный просто атомизм греческий. Посложнее. Намного посложнее. Эпикур дал нам... И даже, наверное, не столько атомизмом. То есть, здесь даже, наверное, не столько атомизм, сколько и идеалистическая философия, и не просто додуманная, разбитая на различные элементы монады. Они не зря названы монадами, едины, целостны, они едины, неразделимы, они могут быть созданы только Богом, единой большой монадой и уничтожены только Богом. Сами по себе они не уничтожаются. При этом они содержат в себе всевозможные качества. Причем такие качества, которых, ну, не было у атомов, в принципе. Там очень много не только додуманного именно из атомистической философии. Трудно, трудно, трудно. Господи, Иотас, простите, сейчас я... Это моя ошибка, у меня просто отсутствует модератор. Сейчас я не посреди... Я все вернусь, сейчас будут сообщения, друзья ваши. Господи, маргинал, конечно же, жжет. Вот, жжет и таким образом, насколько вот просто вот только можно себе жечь. Сейчас. Просто модератор отсутствует, все. Ну, нет, все сообщения пропали на данный момент. И, в общем, буду следить за чатом. Простите, друзья, тупее не придумаешь, вижу сообщение. Там было какое-то слит и вкачан. Окей, я восстановил эти сообщения, друзья. Простите, пожалуйста, за то, что модератор слился, исчез, просто ничего не сказал и все. Модератора больше у нас нет. Теперь мы сами справляемся. Я иногда туплю и забываю о многих вещах. Ну, вот такой вот я. Сейчас я один модерирую. А, кстати, Иотас, давайте так. Я вам доверяю полностью, вы будете модератором. Как вам такое? Все. Иотас, прошу. Модерируйте. Только матом не пишите, пожалуйста. Господи, маргинал, конечно... А, нет, это я. Это я себя включил, простите. Гительмана, да, охуенно. Лейбниц по логике. Ну, блядь, мы законом тождества пользуемся до сих пор. Лейбницовским. То есть, как бы, ну, хуй с ним, с мотанализом. Мотанализ — это не философия. Не слушал лекции Хаустова, к сожалению. Ну, вот так получилось. Вообще, я лекции не люблю слушать, я больше книжки читаю. Иотас, если вы увидите заблокированное сообщение, вы разберетесь. Всполни себе философию. Да, Эпикуровской хуйней, как будто не пользуемся. Вспомни сходку и автопати. Так Эпикур, ты путаешь. Эпикурум не про то, что нужно нажираться и орать в караоке. Ты, видимо, не очень в курсе позиции Эпикура про правильную жизнь. Хорошо, с Эпикуром нормально. Блядь, как он за нонакетийского может не знать? Я просто, я вот вообще не понимаю. Блядь, Эпикур, он четвертый, наверное, по популярности в Греции. Так-то вот из школы эпикурейство, оно, ну, вот, не самое распространенное. Вот со стойками, ну, не знать основателя стоицизма, ну, простите, это прям вот вообще. Эпикурам про то, что надо себя ограничивать, пока ограничения не приводят к боли, а потом переставать ограничивать. Да, Эпикуровской хуйней, как будто не пользуемся, вспомни схватку и автопати. Так, Эпикур, ты путаешь, Эпикурум не про то, что нужно нажираться и орать в караоке. Да, он не абсолютный гедонист, это определенно. Ты, видимо, не очень в курсе позиции Эпикура про правильную жизнь. Давайте, послушаем. Эпикурам про то, что надо себя ограничивать, пока ограничения не приводят к боли, а потом переставать ограничивать. Так, еще разок, что-то я не понял. Мы не очень в курсе позиции Эпикура про правильную жизнь. Эпикурам про то, что надо себя ограничивать, пока ограничения не приводят к боли, а потом... Ну, надо себя ограничивать, пока ограничения не приводят к боли. Ну, Эпикур за умеренные ограничения, насколько я знаю, да, действительно. Павел Эпикура кличет гедонистом в основном христианином. Так вот, суть вообще этики Эпикура и поведения Эпикура заключается как раз не только в этом самом ограничении. Он, конечно же, гедонист. Но просто проблема заключается в том, что благо это нечто более сложное, чем кажется Киринаиком. Киринаике, ну вот, стремись к удовольствию, услаждай свои чувства, и все будет очень-очень хорошо. Эпикур более тонко усматривал вот эти вот все взаимодействия. И ввиду этого он утверждал, что существуют такие блага, которые не являются необходимыми. И более того, могут привести нас к страданиям. То есть, могут привести нас к болезням, могут принести нас к боли как раз непосредственно. От этих вот вещей, тех, которые не являются необходимыми, нужно отказываться. Тем более, иногда вот эти вот наши желания, услаждения, вот этих желаний ведут нас к все большему и большему и большему. Мы, например, не знаю, у нас есть деньги, мы хотим еще больше денег, и еще больше денег, и еще больше денег. И так до конца, до конца, до конца, до конца, и все плохо. Это не эпикурейцы смотрели на тонущие корабли, кстати, я не знаю. Не знаю, что за пример. Нет, гемнософист, здесь не то, чтобы буддийская концепция, просто у эпикура очень разумный гедонизм. То есть, очень взвешенный, очень утонченный. Эпикурейцы ценили дружбу, например. Эпикурейцы действительно себя во многом ограничивали, старались не выходить за пределы необходимого. Учились наслаждаться необходимым, так скажем. То есть, того, что было необходимо, этого достаточно. Если это не ведет к страданиям, ну, все хорошо. У киренейков все здесь немножко сложнее. Ну, то есть, все хуже, все слабее. А потом переставать ограничивать. Ну, то есть, как бы, не жрать, пока не захочется жрать очень сильно, и тогда пожрать, короче. Чего-то он себе плохо представляет эпикурейство, честно говоря. Эпикурейство, оно такое. Это не гедонизм, если что, люди путают. Ну, это не гедонизм, согласен. Ну, либо это очень утонченный гедонизм. Потому что все-таки Эпикур утверждал, что нужно стремиться к наслаждениям. Просто его понимание наслаждений было сложнее, чем у киренейков. И достижение этого наслаждения не подразумевало получение максимального количества удовольствия в данный момент. Мы должны, как бы, предвидеть. А вот это удовольствие, если мы будем нажираться водкой сейчас, сейчас нам будет хорошо, например. А потом будет хуже. Олег Абдовский. Советует Эпиктета почитать в плане ориентиров в отношении к жизненным неурядицам. Читал, одобряешь, что там. Там стоицизм. Хороший, качественный стоицизм. Ну, нормально. И вот зря я назначил вас модератором, потому что, блин. Да можно читать. Очень легко прочитается, на самом деле. Эпиктет не самый сложный. То есть, если вы хотите почитать, Олег, этическую философию, вполне читайте. Тут постоянно. Ну, это то, что, как тренеры личностного... Не дождаться в оперу и уйти, да. То, что тренеры личностного роста говорят, когда, типа, советы, как похудеть, что там, жри, когда надо, а не когда хочется. Это оно и есть. Жри, когда надо, а не когда хочется. Ну, ладно. В таком... Ну, в таком случае, да. Отчасти да, но... Блин. Ну, в основном, смотри... Батвин Блум можно, но просто и Отос теперь модератор. Типа линия атомизма. Эпикур был атомист. Лебниц придумал монодологию. Но монодология это, по сути дела, атомизм. Просто он в качестве атома... Ну, это не по сути дела атомизм. Значит, выступают бесконечно малые точки. Поскольку они бесконечно малые, они являются, они как бы потенциальны, но не актуальны. Они доходят верены, они все живы, у них есть определенные восприятия, у каждой. У некоторых весь спектр восприятия есть, у некоторых ограниченный. У атомов, конечно же, у всех, они все представляются с восприятиями, наверное, нет? Они собираются вместе, как в Тетрисе. Вот те формы, в которые они собираются, которые успешнее, они конкурируют друг с другом, они становятся актуальными. Они становятся там с этими атомами и так далее. А те, которые нет, не становятся. Знаете, тут Лебниц, пожалуй. Ну, я согласен, что Лебниц... Потому что это продолжение той же линии мысли, что у атомистов, но с учетом наработок... С учетом наработок философии и математики своего времени. Ну, грубо говоря, монады это то, чем стали атомы, когда, блядь, открыли производную. Если вкратце, то так. Демокрит или Спиноза? Спиноза. Так, видимо, он мандологию тоже не считал, честно говоря, как бы. Дело заключается в том, что, ну, это не то, чтобы атомы, и не то, чтобы производные. Это не то, чтобы очень сильно связано с математикой, это очень сильно связано с идеализмом, вообще очень сильно. Спиноза. Если мы уже выбрали одного рационалиста вместо одного атомиста, то идем дальше дальше. Ну, кто? Гоббс или Хайдеггер. Ну, знаете, Гоббс, как философ, то есть вне социальной философии, да, если мы вообще признаем, что такое есть, ну, что он еще, блядь, придумал такую философию? Я, конечно, не почитатель Гоббса, но, если я не ошибаюсь, так, простите, неправильно написал, большой не почитать. Сейчас мы откроем Википедию и обнаружим там большой список достижений Гоббса в эмпирической философии, скорее всего, в сенсуализме. Смотрите, я правильно же думаю? Философские воззрения. Гоббс создал первую законченную систему механистического материализма, мать твою, соответствующего характера и требованиям естествознания того времени. Ёшкин ты кот. Геометрия механика для Гоббса – идеальные образцы научного мышления. Аааа, блин, ну то есть вы понимаете, какой косяк? Вот какой жесткий косяк сейчас был. Гоббс различал два метика. Метода логическую дедукцию рационалистической механики и дедукцию эмпирической физики. Понимаете, что вот этот вот чувак из Англии, философ-материалист, он еще и попытался совместить один из немногих, один из таких вот первых и мощных таких попыток непосредственно вот совместить геометрию, идеалистический метод и механику уже тоже. Очень круто. Логику и логическую дедукцию и индукцию, что тоже очень круто. Я, честно говоря, блин, не понимаю, какого хера маргинал про Гоббса-то не знает. Усмотрите, значительная идея. Теория общественного договора. Представление о естественном состоянии человека, как о войне всех против всех. Первая законченная система механистического материализма. Первая законченная система механистического материализма. Отос, я тоже давно учился. Я, кстати, постарше буду умер-маргиналового, чтобы вы просто вот понимали приблизительно. Блин. Фитон хуя. А Хайдеггер это, знаешь, все. Я бы тоже выбрал Хайдеггера, наверное, но как бы, ну лоу. Джеймс или Нитши? Нитши. Здесь портрет Нитши с усами, которые они у него были, когда он уже ебанулся. Так. Ну смотрите, я читал разнообразие религиозного опыта Джеймса. Мне не понравилось. Ну, нормальный текст, но... С другой стороны, я не могу сказать, что Нитши как бы бездец как бы охуенная что-то в философии. Придумайте какой-нибудь признак, по которому тут можно выбрать. Нитши повлиял на философию 20 века. Он перевернул всю континентальную философию. С ног на головы. Благодаря Нитши во многом сейчас существует такое явление, как постмодернизм. Например. Во многом экзистенциализм зависим от Нитши, а также философия жизни. Среди философов жизни, ну, огромное количество очень интересных мыслителей. Отчасти можно сказать, что Нитши это и основатель культурологии. Культурологии, ввиду того, что... Гимнасофист Нитши не просто повлиял на философию. Он очень жестко повлиял на философию, понимаете? И культурология, один из главных таких вот авторов культурологии. Сейчас давайте вспомним его имя. Это Шпенглер. Это, конечно же, Шпенглер, один из таких важнейших текстов для культурологов. Что-то нечто на уровне Тойнби. Ну, то есть, вот, это один из главных, один из первейших текстов важных культурологии. И Шпенглер со своим закатом Европы, что описано в закате Европы, вообще-то, восходит непосредственно к Нитши. Ну, то есть, экзистенциализм, постмодернизм, ну, постструктурализм, конечно, тут тоже, ну, поскольку постмодернизм, постструктурализм тоже связано. Фуко тоже там же обитает, понимаете? Хайдегер, Хайдегер тоже от Нитши во многом зависел. То есть, смотрите, он выбирает Хайдегера до этого, но не выбирает Нитши. То есть, ну, лол, ну, лол, Нитши — это титан, как бы. Нитши — это нечто вроде Сократа или нечто вроде Канта. В истории философии человек, который совершил переворот. Слушай, они одинаковые примерно по своей школе мыслей. Джеймс и Нитши. Они, ну, не отличаются нихуя. Ё-моё, ты нахуй дебил. Я сейчас, ну, господи, ребят. Джеймс Прагматик. Американский. С отсылками на религию. С позитивными, да? Он одобрял религию-то вообще-то. Если я не ошибаюсь, это Джеймс, да? Писал Джеймс. Позитивные, в общем-то, отзывы о религии. Я, кстати, не то чтобы знаток Джеймса, понимаете? Нитши — антихристианин. Нитши не признавал пользы христианства. Приветствую, Энд Сторп. Мы сейчас удивляемся тому количеству абсеров в области философии, которые Uber Marginal смог сделать, разгадывая один маленький тест. Это невероятно. Это магия. Они ничем, Джеймс и Нитши, не отличаются. Представляете себе? Американский философ, который писал вполне так себе, не знаю, классические тексты, такие вот непосредственно для философии островной, так скажем. И Нитши, который писал афоризмы. Который писал афоризмы, в которых он повествовал о чем-то просто супер, о таком странном сверхчеловеке, о воле к власти, оправдывал евреев и так далее, так далее, так далее. Заставлял людей стирать этику непосредственно, разбивать скрижали, ухудшать себя, то есть тянуться одновременно и к свету, и ко тьме, быть двояким существом, ничем практически не ограниченным. Я, честно говоря, я просто не понимаю, что в них общего. Ну, то есть оба, может быть, не очень позитивно относились к слову истина. Вот, вот. То есть у Джеймса истина – это нечто практическое. То, что практично, то и истина. Если христианство практично, то оно истина по Джеймсу. Павел, мне после Штырнера он не зашел. Это очень плохо. Ну, Штырнер во многом притечит Ницше, и в этом я согласен. Но Маргинал не читал Штырнера тоже, как бы. Ну, то есть, да. Но дело в том, что Штырнер сам, именно сама его персона, не совершила переворот в истории философии. А вот Ницше почему-то пришлось это сделать. Почему-то именно на Ницше все ссылаются. Почему-то именно Ницше стал переломной фигурой, которая ввела нас в философию 20 века. Как-то так. Усы? Блядь, посмотрите, у Джеймса борода. Он просто хочет выбрать Джеймса, вот и все. Бороду сбривают и оставляют усы. Да, Джеймс. Джеймс Кэймерон, именно. И люди, которые комплексуют из-за бороды. У сына Джеймса виски отличные. Смешно, смешно. Вклад в литературу? В какую литературу? Ты путаешь. У Джеймса брательник был. У которого был вклад в литературу. Они как философы, блядь, одинаковые. Понимаете, в чем проблема? То есть они оба не очень аргументативные. А, ну окей, хорошо. По единственному критерию, может быть. Оба, по собственному мнению, психологи. Трудно. С Нитши трудно. Он не только определял себя как психолог, вообще-то. В том числе, в том числе. И как это относится к его философии, если вот это вот, типа, я психолог, это упоминается буквально несколько раз? Это на этот даже акцент не делается особо. У них примерно одинаковая феноменология. Какая у Нитши феноменология, пожалуйста? У них примерно одинаковые взгляды на происхождение, там, религии, да, там, христианства и так далее. Ну, разные отношения к христианству. Они писали в одно и то же время. Окей. У них художественный стиль, высокохудожественный стиль у обоих двух. Ну, это не философия. Тупица, понимаете, в чём дело? Он, по-моему, тут всех троллят, потому что он не знает, кто такой Зенон Китийский. Это вообще-то очень плохо, друзья. Это прям очень плохо было. Нитши не из Германии. Что? Джеймс с ума не сошёл. А какие политические взгляды у Джеймса были? Ну, потому что Дюи я бы не выбрал, например, из американских прагматистов. Я помню, его засирали, Джеймса, в начале какого-то учебника логики советского. Кстати, не помню, какого хуя, потому что он с логикой вообще никак не связан. Да, забавно. Самое просто предисловие именно Валентина Асмуса на тему того, какой Джеймс мудак. Это мне подсказывает, что он был, мягко говоря, не коммунист. Так, кто из них коммунист? Вот важный вопрос, чтобы выбрать философа. Нужно узнать, кто из них коммунист и выбрать противоположного. Ну, короче, каких-то призывов к распределению, перераспределению частной собственности я не вижу. Значит, вряд ли он был. Вряд ли он был, как Джек Лондон. Это, блядь, действительно сложно. То есть, если вот реально выбирать, а не тыкать по дефолту на то, что неизвестнее, Ницше дал нам двумюшко тяну. Ницше на тебя повлиял больше. Кто был раньше? Никто не был, они друг друга не читали. Мы примерно одновременно жили, писали и не читали друг друга на хуе. Ну, спасибо за 100 рублей. Бродолюбов 300 рублей. Если не выберешь Ницше, я же больше не сделаю тебе одолжение. Ницше дал нам треки Мурминского. Ницше дал нам треки Мурминского. Не, ну, то есть, реально... Ну, конечно, за Ницше я. Ну, то есть, реально, выбирайте между прагматиком... 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 И Ницше? И говорить, что это у них одно и то же? Ну, лол, кек, чебурек, как бы... Я не знаю, ну что, что происходит? Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что это у них одно и то же. Как бы у них разные стили, друзья. У них абсолютно разные стили написания. Художественные во многом, да, но они разные, как бы. При этом насрать на ваш аргументативный стиль догматики. Потому что аргументация, это чушь. То есть, что вы там аргументируете кому, ребят? Я такое не люблю, в принципе. Я не люблю такой аргументацию. Вот у нас есть зародыш. И у зародыша, как бы, он, типа, человек, биология, как бы, вот, понимаешь, не понимаешь, а? Вот, как бы, вот такой стиль аргументации, это, конечно, очень клёво. А взгляды примерно одинаковые, блядь. Спасибо, имя скрыто, спасибо. Ну, 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 лол, это очень плохое видео, маргинал. Это очень плохое видео. Из-за этого сложно. Ну, короче, за пятие мочи. Просто бы выбрал Вильяма Джеймса, сказал, ну, мне ближе прагматика. Мне ближе прагматика, всё хорошо. Прагматика больше повлияла на аналитический дискурс. И мы такие, хорошо, 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 маргинал, всё отлично, мы не против. То, что они два одинаковых, это лол. За треки Нурминского, блядь, я не знаю, за Капитана Влада побеждает Митша. Но, Бергсон или Гераклит. Ну, Гераклит нихуя не написал за свою жизнь. То есть, поэтому... А как же трактат о природе? Как же трактат о природе, который до нас не дошёл? Поэтому, как бы, вот эта дрочь его на античных философов, оно... Я его не приемлю. Ну, потому что от Гераклита не сохранилось ни одной, как бы, работы и так далее. А Бергсон, конечно, писал какую-то шауе хуйню, но, по крайней мере, мы знаем. Ладно, проглотим, хорошо. Можем это ответить, почитать. Минонг или Парменит? Ну, Парменит стихи писал вообще, поэтому Минонг... Не, ребят, это очень жёстко плохо. Да, действительно, он написал поэму довольно странную. Я кандидат в философских наук, если что. Две пиццы. Гераклит царь-философ. Гераклит это Джордж Карлин, блядь, древнегреческий. Монтэни... Цунаде ради вас, Азон. Или Аристотель, ну, серьёзно, блядь. Гусарль или Гегель, блядь. Мне Гусарль больше того, этого. Платон или Фейербах, ну, понятно. Аристотель или Сократ, Аристотель. Ну, Парменит, у него действительно поэма о природе, написана в стихах, и она довольно странная. Ну, то есть, она действительно довольно странная. Просто, с другой стороны, есть диалог Платона, Парменит, где Платон довольно-таки полно излагает взгляды непосредственно Парменида. Я думаю, во многом, благодаря диалогу Платона Парменид, учение Парменида и было восстановлено, в том числе из этой самой поэмы. Как-то так. Притом, вот то учение Парменида, о котором мы говорим, оно было известно уже как бы грекам. Это не просто из поэмы кто-то что-то у нас современный выдумал. Нет, это не так. Это уже Платон как бы всё это знал. Ну, видимо, Парменит и его ученики непосредственно, ну, Зенон, например, или Мелис, путешествовали по Греции и в том числе спорили с другими мыслителями. Скорее всего, возможно, так и было. Да, гимнасофист, дело в том и состоит, что Парменидово бытие повлияло на всю европейскую философию. Он отец антологии, действительно, Блум, да, он отец антологии, он писал стихи. Это не просто отец антологии, Парменид это во многом отец логики, поскольку это, по сути, это отец Аристотеля. Ну, не физически, не физиологически отец Аристотеля, идейно, идейно, логика, она как раз возникает из закона А равно А. То есть закон тождества. Без закона тождества вести какие-то логические размышления не имеет никакого смысла. Впервые за всю историю философии закон тождества А равно А был сформулирован Парменидом. Панч, как бы, бууу! И вся логика просто, бум, без Прарменида нахер сыпется. Потому что, ну лол, бытие равно мышлению. Все. Как бы, ребят, А равно А. То, что мы должны мыслить так, как есть бытие. Если мы ничто не можем помыслить, то этого в бытие нет. Я должно быть всегда равно А, и другого варианта у нас тоже нет. Цицерон или Агюст Комт? Ну, окей. Блядь, ка хуй с ним, пусть будет Цицерон. Чего происходит? Вообще, на самом деле, Цицерона надо было слить еще в первом раунде. Он вообще не философ, в хуе. Ну, не то чтобы не философ. Фома Аквинский, Фома Аквинский. Цицерон, последователи, стойков, вот че. Такое, вот в общем дело. Ницше или Лейбниц? Да, блядь, уже похуй, Ницше. Минонка или Рассел? Блядь, Рассел очень знатно попустил Минонка, но совершенно не по делу. Поэтому Минон. Спиноза или Юм-Юм? Макеавелли или Бергсон? Ну, блядь, Макеавелли? Ладно, хуй с ним, у нас Цицерон в финал вышел, пусть будет Макеавелли. Платон или Хайдегер? Он уже забил. Надо было Хайдегера выбирать. Ну, ладно, Минонка или Цицерон? Блядь, Цицерон заеб немного, ну типа серьезно, надо и Макелеля тоже выкинуть. Платон или Ницше? Не, хуй с оси, карлик и, блядь, Платон. А вот тут, кстати, тоже было бы второе неплохое противостояние. Понимаете, в чем дело? Платон основатель классической европейской философии, рационалист, по сути проторационалист, учитель Аристотеля непосредственно, создатель идеалистической философии, а Ницше его полная противоположность. Ницше как раз построил свою философию на отрицании Платона. Нет, выбора между Шопенгауэром и Гегелем не было, к сожалению. Так, Юм или Макеавелли? Юм. Ну, понятно. Аристотель или Фома? Ну, тут понятно, Аристотель включает в себя Фому, блядь. То есть, как бы все толковое еще в Фоме будет. Ну, гимнософиста Платон не шуе. Отнюдь не шуе. Просто понимаете, те логические ходы, которые в итоге будут выведены в аналитику Аристотеля, в аналитические его работы, в его непосредственно органон, они содержатся уже в диалогах Платона. Непосредственно в форме суждений. То есть, Платон на практике сделал то, что Аристотель разложил теоретически. Ну, то есть, насколько это было шуе, ну, трудно сказать. По-моему, это было гениально. Было это. Были ли предшественники у Платона? Другой вопрос, понимаете? Да, как бы вот. От Аристотеля. Юм или Аристотель? Аристотель. Платон или Мейнонг? Ну, Мейнонг, ему, конечно, голова, но Платон. Платон или Аристотель? Платон или Аристотель? Выбор. Аристотель, Аристотель. Ну, опять скучная хуйня получилась. Ладно, друзья, теперь давайте я попробую решить этот тест.